Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать о тактике 100% побед в War Thunder на танках. Эту тактику используют все киберспортсмены. Даже если вы полное дно, с этой тактикой вы будете нагибать просто как будто вы сам киберспортсмен. Многие игроки как же играют. Одна часть предпочитает тупо рашить, сливая все танки. Другая сидит на респе в надежде, что противник приедет к ним. Так, стоп. Я сейчас заглушу игру. Вот так вот. Третья часть игроков ищет какой-то куст и сидит весь бой в этом кусту. Я расскажу о тактике, которая лучше всех этих трех методов ведения боя. Она позволит вам делать много фрагов в каждом бою. Она позволит вам тащить бой, помогать Тиме выиграть бой. Чем заключается эта тактика? Смотрите. На каждой карте есть точка или точки респа. Представим, на этой карте, допустим, две точки респа у противников и точки респа у союзников. По середине карты, допустим, есть точки А, Б и С. Конечно, точки могут отличаться. Может быть одна точка, может быть две. По-разному. Это я так нарисовал среднестатистическая карта. Вот. Все возрождаются противники тут, вы тут и едете кто куда. Кто там на С, кто на Б, кто на А. Вот. Сейчас нарисую примерно вот дорожки. Вот так они полегают дорожки. Примерно. Вот. Вот так едут обычно игроки. Часть вот так вот. И так. Чем заключается эта тактика? Ваше дело. Перед боем глянуть на карту, оценить обстановку, оценить обстановку. Где противники, где вы, где точки. Вот. На каждой тактике, ой, на каждой карте есть какие-то укрытия. Это могут быть камни. Это могут быть дома. Вот. Ну, в основном ищите камни, только большие камни или дома. Это могут еще быть холмы. Ну, тут по-разному. Вот. Желательно, идеально, чтобы эти укрытия были за точками как можно ближе к кресту противника. Почему так? Потому что если эти укрытия будут ближе к кресту противника, у противников будет меньше шанса объехать вас незамеченным для вас самих. Вот. Вы находите... Вы находите такой укрытие. Например, вот здесь. Вот здесь, да? Будет стоять камешек. Будет стоять камешек. Вот. Вы должны как можно более незаметно подъехать к этому камешку. Подъехать к этому камешку. И стать за ним. Стать за ним так, чтобы противник... Чтобы противник, двигаясь, двигаясь мимо вас, вас не замечал. Вы стоите за этим камешком. От третьего лица посматриваете по сторонам. Завидя, что со стороны резва противника двигается противник. Вы немножко откатываетесь назад, уже наводя пушкой на противника, и делаете по нему выстрел, отправляя его в ангар. Он даже не поймет просто, что произошло. Он просто едет себе. Он даже не будет догадываться, что за каким-то камешком, за каким-то домиком спрятался противник. Он будет спокойно ехать, даже не ожидать, что вы сейчас выйдете и его шотнете. Чтобы не быть голословным, я покажу вам свой бой на карте Поляна Нормани, где я проделал такую тактику. Там было две точки. Два респа, две точки всего лишь наши и их. И там был домик, где-то примерно вот в этом районе. Вот в этом районе, ближе к респу противника. И я нашел этот домик. Нашел этот домик. И... Хорошо отыграл за ним. Смотрите. Мой бой в Факторе. Вот мой танк. Так, видит от лица игрока. Пауза джать. Вот мой танк. Вот я еду. Вы видите, вот мини-карта, да? Две точки их, две точки наши. А и Б точки. Так, ускоримся. Вот я вот так ехал себе. Повезло, конечно, что у меня по дороге не шутнули. Хотя могли. Могли. И вот я сначала вот за этим домиком постоял. Пожалуй, вот увидел. Увидел противника, но... Впереди стоящий, что там? Там, по-моему, колодец. Мешал мне по нему произвести высел, потому что у меня... Я играю на аккумулях, а аккумули взводятся об любые препятствия. Вот я так немного пострел. Сейчас я поеду дальше. Это... Это не мой заряжающий контужен. Это просто глюки килл-камеры. Точнее, полкторов. Которые... Переведут нам звуки. Вот видите, враг сделал. Которые переведут нам звуки других игроков. Вот, видите, домик. Вот я его нашел. Я стою, и я хорошо вижу противников, которые елут со стороны респа и пытаются меня объехать. Я их вижу, а они меня нет. Вот. Ну, этот меня заметил, но поздно. Я уже успел его накритовать. Тут непонятно, что... А, это... Полтор заглючил. Полтор заглючил, остановился. Вот, у меня уже три фрага тупо стоя за домик. Вот, четыре фрага. Ну, все. Тут, по-моему, больше фрагов не будет. Но на другой карте я могу дать ссылку на этот бой под этим роликом. На другой карте я таким же самым методом сделал девять фрагов. Девять фрагов просто тупо стоя за укрытием весь бой. Да, это скучная тактика. Скучная, я не спорю. Но она позволяет тащить бой. Она позволяет делать много фрагов, не теряя танк. Вы просто стоите за укрытием, ждете мимо проезжающих врагов, вы выкатываетесь и быстро их убиваете. В общем, даже ничего не будет интересного. Эта фонтера уедет от меня накритованная. В общем, такая тактика. Пользуйтесь, делайте фраги и удачи! Фраги